Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхм. Мы с вами продолжаем изучать книгу, которая называется «Деяния апостолов». У нас на очереди 17 глава, ее вторая часть. В конце первой части мы с вами наблюдали картину, как Шауль, подгоняемый властями, отправляется в город, который называется Афины. В Афинах он поступает так же, как поступал всегда, а именно сначала он приходит в синагогу. В 17 стихе 17 главы мы с вами читаем такие слова. Тогда он начал устраивать в синагоге дискуссии с евреями и боящимися Господа, а также ежедневно говорил на Рыносной площади со всеми, кто там находился. В синагоге он беседует с евреями и боящимися Господа. Я не буду сейчас объяснять подробно, кто это такие. В более ранних наших уроках мы об этом говорили подробно. Но главное это то, что это люди, которые знали хорошо священные писания. И с ними беседовать Шауль мог, опираясь на тексты священных писаний и еврейских учений. После чего мы с вами читаем, Шауль отправлялся на Рыночную площадь, то есть в место, где собирались люди, которые не были евреями, а значит не знали священного писания. И разумеется, дальше мы обнаруживаем с вами о том, что Шауль использует различный подход, проповедуя тем, которые не знают иудейское учение. В 18 стихе мы с вами читаем такие слова. Кроме того, с ним стали встречаться философы, эпикурейцы и стойки. Некоторые из них спрашивали, что хочет сказать этот болтун. Другие из-за того, что он проповедовал благую весть о Ишоа и о воскресении из мертвых, говорили, похоже, он проповедует чужих богов. Надо заметить, что здесь упоминаются философы, эпикурейцы и стойки. Эпикурейцы это по сути атеисты древнего мира. Они не верили в богов, они активно высмеивали языческие культы и мифологию древнюю. При этом, естественно, они не верили и в тот факт, что после смерти есть какая-либо жизнь. Именно поэтому целью их жизни в конечном счете стало наслаждение, коему они и предавались. В противоположность им стойки, которые, к слову сказать, развили свое учение и изучение Сократа, имели идею, отдаленно напоминающую библейскую и говорящую о боге. Дело в том, что они, наблюдая этот мир, гармонию, в котором он находился, приходили к выводу, что за этой гармонией, за этим миром должен стоять какой-то один творец, который все это сотворил. Но должен заметить, что идея этого творца или бога была не религиозной концепцией, а философской формулой. Именно поэтому большинство из них продолжали быть идолопоклонниками, поклоняясь каждой своему богу. Но вместе с тем мы должны понимать, что это было некой почвой для принятия благой вести, и именно убеждение стоиков мы можем проследить в первых христианских ересей, ибо они, безусловно, на верующих повлияли. Мы должны понимать, что в глазах Шауля и те, и другие были весьма далеки от бога, но при этом он, безусловно, хочет донести до них благую весть. Мы с вами прочитали, что некоторые реагируют на слова Шауля, как на дилетанта, болтун, как мы с вами прочитали. Дело в том, что в задачи Шауля не входила философская дискуссия, и это вызывало негативную реакцию. Надо заметить, что и сегодня нас, проповедующих о духовном, о Господе, нередко пытаются вовлечь в дискуссии на те или иные темы, которые человек, может быть, слышал или каким-то образом с ними соприкасался, но, как правило, это разговоры, ведущие в никуда. Перед нами не стоит задача в подобных дискуссиях участвовать, и Шауль очень грамотно и тонко этого избегал. Текст говорит нам о том, что кто-то воспринял его, как проповедующих чужих богов. Мы уже говорили о том в наших уроках, что в Древнем мире было такое восприятие, что у каждой территории есть свой бог. Таким образом, получалось, что проповедь Шауля звучит о боге с другой территории, а значит, чужого бога. Но вместе с тем мы должны понимать, что это всего лишь ошибочное представление о существующих религиях. Про Афины известно, что они очень любили проводить время во всяких дискуссиях. Именно там существовали философы, образом жизни которых был рассказ чего-либо интересного. Иногда они жили при богатых домах, иногда они просто походили от места к месту и им давали деньги. И, разумеется, понятно, что первые слушатели на Шауля прореагировали именно так. Таким образом, Шауль оказался в месте проведения собраний, судов, которые называются Ариапак, в месте, в котором он смог обратиться к этим людям со своей проповедью. В 23 стихе мы с вами читаем такие слова. Так как прогуливаясь и осматривая ваши святыни, я обнаружил жертвенник, на котором было начертано неведомому богу. Я же проповедую вам того, которому вы уже поклоняетесь, не подозревая об этом. Многие склонны видеть в этом неведомом боге ту самую философскую концепцию, которая была у стоиков. Однако я напомню, что их убеждения на этот счет не имели никакого отношения к религии. Дело в том, что Афины, по сути, было столицей идолопоклонства. Существовало расхожее мнение, что в Афинах больше идолов, нежели чем людей. Более того, они, дабы не пропустить какого-либо бога, поставили там жертвенник неведомому богу, то есть богу, которого они, может быть, пропустили, и на всякий случай они поставили ему жертвенник. Но мы должны понимать вот что. Эти люди, безусловно, не знали священных писаний. И говорить с ними с позиции Талмуда или Танаха было делом бессмысленным. Именно поэтому Шауль использует цитаты философов и поэтов. Здесь я должен сделать реплику в сторону. Однажды ко мне приехал приятель, с которым мы дискутировали на тему понимания Ветхого и Нового Завета в разрезе Талмуда. Я приводил примеры, когда апостолы или сам Ешо цитировал те или иные тексты Талмуда в качестве священных писаний. Тогда он мне сказал, не должны ли мы воспринимать и поэтов, и философов, ибо их цитирует Шауль. И тут я должен оговориться, хотя, честно сказать, на тот момент я не нашелся, что ему сказать. Есть разница, что тексты священных писаний и иудейских учений Шауль цитирует как священное писание, тогда как философов и поэтов он просто приводит в качестве идеи, от которых можно оттолкнуться, подобно тому, как он оттолкнулся от этого самого жертвенника неведомому богу. Шауль ставит перед собой задачу показать им в Боге Творца, создавшего этот мир. Мы уже говорили с вами о том, что при проповеди еврейскому народу основной акцент делается на то, что Ешо является Машехом. Почему? Потому что с того момента, как Моисей сказал, воздвигнет вам Бог пророка, как меня, его слушайтесь, каждый еврей, соблюдающий заповеди, знает, что Машеха надо обязательно слушаться и непослушание может повлечь за собой наказание. Понятно, что для язычников, не знающих священное писание, слово Машех не имеет никакого значения. Именно поэтому Шауль указывает на Бога как на Творца, то есть на Хозяина, который устроил этот мир и установил законы этого мира. И именно на правах Хозяина Бог ставит царя и судью, который имеет власть судить, имеет власть наказывать, имеет власть прощать, разумеется, на его условиях. Интересно, что Шауль заканчивает свою проповедь воскресением из мертвых. С одной стороны, это потому, что, безусловно, люди не были готовы разговаривать об этом дальше, но главное, на мой взгляд, заключается в том, что Шауль прекрасно понимает, что воскресение из мертвых – это вопрос веры. И тут же обнаруживается, что люди разделились по этому принципу. Одни поверили и стали следовать за Шаулем, другие не поверили и сказали, об этом мы послушаем тебя в другой раз. Таким образом, по сути, люди разделились на тех, кто принял благую весть и кто не принял. Очень часто говорят о том, что эта проповедь Шауля в Афинах не имела большого результата. В основном потому, что мы с вами не находим на страницах Священного Писания упоминание о том, что в Афинах была сформирована община. Однако, из того, что мы с вами прочитали дальше, что были те, которые уверовали, мы понимаем, что ядро для этой мессианской общины было заложено Шаулем уже тогда. И я верю, проповедь Шауля не была тщетной. Вот такая замечательная у нас 17-я глава. О дальнейшем мы с вами поговорим уже в другой раз. Да благословит вас всех Господь. Мы с чем еще о машеях. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!